Олег Лисный, вице-президент аналитического центра политика, уже на связи с нашей студией. Олег, приветствуем вас. Приветствуем вас. Давайте проведем некий такой количественно-качественный анализ. Копенгаген — это 10 стран, ЖИД, да, там, по-моему, с каждым саммитом прибавляется два десятка стран сторонника украинской формулы мира. На Мальте уже будет около 50, если говорить о количестве. Если говорить о качестве, на каком сейчас этапе происходит обсуждение этой формулы мира президента Зеленского? Действительно, важный и количественный аспект, потому что это о важности, это о своевременности, ну и актуальности, да. И если мы идем, я смотрю там вдаль, то есть стратегическая цель — это у нас глобальный саммит мира. И в идеале там должно быть, ну, больше ста стран. Зачем? Для того, чтобы мы могли опираться на те решения, которые там будут приняты, условно, заявления, коммунике. И мы можем, конечно, они войну не остановят, тут мы реалисты совершенно, дипломатия в чистом виде Российскую империю не остановят, ни в каком виде. Но мы можем опираться на то, что нас поддерживает большое количество стран, в том числе и глобальный юг, да. Поэтому я считаю, что чем больше стран присоединяются, тем лучше, качественно. А каждая страна, по большому счету, есть качество, потому что президент в одном из своих обращений к таким форумам сказал, что кто-то может присоединиться полностью. И есть такие страны. Есть страны, которые могут присоединиться к одному из пунктов. Кто-то к двум, кто-то к трем. Но это все равно о поддержке Украине. И самое главное, что это все должно быть потом превращено в обращение к мировому сообществу, в том, чтобы нас поддержать в плане восстановления, установления, скажу так, справедливого мира. Справедливый мир, если у нас будет такая громадная поддержка, она будет, будет на наших условиях, потому что мы на стороне справедливости. И это очень важно. И поэтому каждый штык, грубо говоря, для нас на вес золота. Потому что это все о нашей международной поддержке. Мира президента Зеленского очень четко показывает, как реально, на каких условиях остановить эту войну, чтобы далее Российская Федерация не несла угрозу никакой стране мира. Очень четко прописан каждый материал, каждая строка и каждый пункт. Вы очень четко подметили, что это исключительно дипломатический формат. Но ведь я правильно понимаю, что из этой дипломатии очень вероятен и практический вариант. То есть мир, когда увидит презентацию дальнейшую президента Зеленского с формулой мира, поймет, что здесь, чтобы, например, там один из пунктов ядерная безопасность. Нужно обеспечивать безопасность ядерным объектам и нужно сделать все возможное, чтобы, например, Запорожская атомная электростанция была деоккупирована и была под контролем Украины и плюс независимых экспертов из того же МАГАТЭ. Насколько реалистично, что сейчас при такой массовости популяризации формулы мира президента Зеленского, практическая ее реализованность будет уже не за горами? Дело в том, что мы должны понимать, с чем мы имеем дело. И я хочу подчеркнуть, что это не только про Украину, формула мира. Это про то, что когда закончится справедливым миром война в Украине, то это будет калька для работы с возможными конфликтами в мире. Потому что на самом деле формула мира о том, что Российская Федерация разрушила международное право. И Украина имеет полное право взывать к восстановлению этого всего и видит свои конкретные шаги. Тут не только про Украину. Это очень важно, потому что Украина перестала быть просто как бы отдельной страной. Это страна, которая попала в очень сложную ситуацию, потому что в том числе и Запад прозевал на самом деле Российскую Федерацию. Это надо признать. И поэтому мы имеем полное право показывать путь к миру и путь к тому, чтобы больше этого не было. И об этом и президент говорил, и украинские делегации неоднократно говорили, что мы сейчас более глобальные, нежели когда-либо. И это очень-очень важно. А когда это все реализуется, я, знаете, здесь остаюсь все-таки оптимистом. Но каждый вот этот шаг, каждый саммит, каждая встреча – это путь к решению проблемы. Но я думаю, что переломным моментом, ну это мое субъективное мнение, это все-таки глобальный саммит мира. Потому что там должны сойтись в одном условном зале страны, которые полностью разделяют наши ценности, которые частично разделяют наши ценности. Поэтому у нас идет работа сейчас с глобальным югом о том, чтобы они прекрасно понимали, то есть понимали то, что происходит в Украине. Что это не конфликт России с Западом. Это вообще на самом деле происходит антиколониальная война. И они должны это понимать. Поэтому у нас очень много сейчас работы в каждом формате. Мы должны на каждой встрече добывать себе союзников. Это очень будет непросто. Поэтому я считаю, что каждая следующая встреча – это шаг. Но реальные какие-то подвижки мы сможем увидеть после глобального саммита мира. Вот в контексте ваших слов, что украинская формула мира – это не только об Украине. Украинская формула мира – это и продовольственная безопасность. Разрешение конфликта на Ближнем Востоке – это тоже вписывается в украинскую формулу мира. И вот в этом контексте я бы хотел с вами сейчас обговорить участие в украинской формуле мира. Турции, лидер страны Реджеп Тейп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что присоединится к саммиту на Мальте. Он добавил, что поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Давайте услышим президента и продолжим обсуждение. Так вот, каким вам видится участие и роль Турции в имплементации украинской формулы мира, в том, чтобы она стала глобальной, именно Реджеп Эрдогана, как одного из мощнейших переговорщиков, и не только в своем, не только в Ближневосточном регионе? Дело в том, что это достаточно серьезный политик, который четко видит выгоду для себя и для своей страны. И если бы он не видел жизнеспособность этого формата, он бы ни в каком случае туда не присоединялся. Это факт. Потому что он очень серьезно относится к своей репутации, и мы неоднократно его видели в роли миротворца. И дело в том, что у нас есть позитивные кейсы, например, по освобождению наших военно-пленных, в том числе и руководства Азова. Это нельзя забыть. Это очень серьезный и позитивный шаг в сторону Украины. И поэтому мы должны четко понимать, что такие страны, как Турция, это столпы, на которых мы будем опираться, когда будем продвигать свою линию по восстановлению мира. И кто, как не Турция, они заинтересованы в этом, потому что, да, у них своеобразные, мягко говоря, отношения с Россией, но у нас общее Черное море. И Эрдогану точно так же нужно, как и нам, чтобы это море было безопасным. Поэтому это один из наших союзников, в том числе и из-за того, что Турция есть членом НАТО, а мы все-таки туда идем, и нам союзники в этом плане нужны. Поэтому я считаю, что сигнал, который дал Эрдоган нашему президенту, и мы видим, что президент Украины очень положительно отнесся к этому сигналу, является сигналом для других стран, для которых Турция является авторитетом. Что нужно присоединяться, что здесь реальное дело, и которое будет иметь реальный результат. Олег, каким вам видится, вот если мы сейчас обговорили участие в этом саммите Китая, то немаловажно будет вспомнить, что и на саммите в Джидде, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел Китая присутствовал. Каким вам видится сейчас участие именно Китая в третьем саммите по формуле мира? Есть ли некие надежды, перспективы на то, что Китай, которому все-таки выгоднее торговать, а не воевать, ну, по крайней мере, займет позицию проукраинского нейтралитета? Да, вы замечательно сформулировали, потому что как раз я хотел сказать, что мы союзника не получим, потому что у нас разные ценности. Мы союзник Соединенных Штатов, а Пекин не дружит с Вашингтоном, мягко говоря. Поэтому я всегда говорил и буду говорить о том, что для украинской стороны очень важно именно поддержать и стабилизировать вот этот так называемый нейтралитет. Есть такое еще понятие активный нейтралитет, но нам достаточно просто нейтралитета в плане войны. Да, где-то мы понимаем, что Китай подыгрывает России, но потому что они одной крови, будем реалистами. Сейчас идет война между цивилизациями, то есть демократичным миром и автократичным условно. Поэтому даже то, что китайки не игнорируют эту формулу, формулу Зеленского, это очень важно, потому что на него смотрят очень много стран. Потому что Китай в последнее время перехватывает инициативу у того же Запада, у той же России во многих странах. И вот они смотрят, что Китай в каком-либо виде, к какому-либо пункту присоединяется. Это сигнал, что в нашем клубе глобального саммита мира добавится еще много стран. Касательно глобального юга, продолжение темы, я напомню, что ранее подготовку к мероприятию президент Украины обсудил и с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Тогда Киев в очередной раз напомнил, для реализации формулы мира очень важно сохранить поддержку стран глобального юга. И именно в этом вопросе Украина очень рассчитывает на ООН. Услышим прямую речь и обсудим более подробно. Активное участие ООН в имплементации формулы мира и готовность направить представителей организации на следующую встречу дипломатических советников и советников по безопасности очень важны для Украины. Также поделился с господином Гутерришем особенностями функционирования альтернативного зернового коридора через Черное море и информацией о продолжении инициативы «Grain from Ukraine». Обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению. Владимир Зеленский, президент Украины, из Телеграм. Но тут еще остается важный вопрос. А получится ли и существуют ли рычаги влияния на глобальный юг, дабы и их поддержку также заполучить? Дело в том, что за глобальный юг сейчас развернулась очень жесткая борьба. То есть мы видим, что там борется Россия, ну и успешно, к сожалению, большому. Борется Китай, борется Запад в разных хипостасиях от Соединенных Штатов и других стран. Но самое важное, что и Украина борется. И Украина сюда заходит с двух точек. Одна, как я называю, сердце и, ну, словно, желудок. Сейчас я объясню, почему. Потому что сердце это о том, что Украина сейчас борется за то, чтобы окончательно избавиться от колониального прошлого. То есть уйти навсегда от России. И это надо продавать этим странам, потому что большинство из них знает, что такое быть колонией. И это продавал им раньше Советский Союз и сейчас продает в каком-то виде искаженном, но все равно реалистичном, действенном, я так сказал, Россия. И другое, то, что я называю, желудок, да, что если не доходит до сердца, то мы можем зайти по другому пути. То есть объяснить, что у нас идет война. Глобальная война. У нас погибают каждый день герои и героини. У нас гибнут мирные люди, уничтожаются места, города. Но мы все равно продолжаем выполнять свои гуманитарные обязательства в плане поставки продовольствия в определенные страны. Это очень важно, что страна, которая истекает кровью, продолжает выполнять свои обязательства. Я думаю, что это тоже очень действенный момент. Я реалист и поэтому понимаю, что мы глобальный дюк вот так вот сходу, ну, признаемся, очень большое количество времени мы не занимались этим. Или занимались так же, как и Африкой, ну, такими набегами, да. И поэтому сейчас нам непросто и в условиях войны. Но дело в том, что мы сейчас на слуху. Мы есть, ну, не побоюсь этого слова, может оно в контексте войны звучит некрасиво, мы модная страна. Мы на слуху. Вот заметьте, что все выборы, которые сейчас происходят в мире, они без Украины не происходят. Там везде есть Украина. Поэтому мы должны себя в хорошем смысле этого слова глобальному югу продать. Как страну, которая не хочет быть колонией и которая хочет, чтобы они не голодали. Как страны Африки, так и другие страны. Поэтому я считаю, что перед дипкорпусом нашим колоссальная работа, колоссальный фронт. Но это нужно делать и не останавливаться. Это очень непросто, я знаю, но это нужно делать. Потому что по-другому мы, опираясь даже на ООН, да. Но я, честно говоря, где-то разделяю понимание президента, потому что он взывает к авторитетной международной организации. Но давайте посмотрим, насколько она сможет мобилизировать глобальный юг в плане достижения мира. Потому что на самом деле ООН это одна из функций, которую, к сожалению, большому моему и не только моему, ООН не всегда выполняет. А в украинском кейсе практически буксует. Олег, в саммиты, посвященные украинской формуле мира, так или иначе вмешиваются глобальные какие-то события. Если говорить о Копенгагене, это как бы был старт, начало обсуждения, первые ласточки. А вот уже в Джидде как раз этот саммит был не то чтобы приурочен, но немаловажную часть этого саммита. Именно продовольственные вопросы занимались. Продовольственные вопросы входили в повестку дня. Из-за обстрелов России и наших терминалов и так далее. И не зря в этом саммите немаловажную роль занимала Саудовская Аравия, Китай. Какие могут, может внести коррективы на саммит в Мальте в повестку дня? Именно конфликт на Ближнем Востоке, который сейчас еще продолжается. Конечно, этот конфликт сейчас есть тем черным лебедем, которого никто не ожидал на самом деле. Даже Моссад, если посмотрим. Поэтому понятно, что он будет давлеть и быть темой, которая по большому счету нам должна помочь. Парадоксально, но должна. Почему? Потому что мы можем теперь говорить о том, что, учитывая, что Россия и там свои руки приложила, что, смотрите, сейчас мир идет к глобальному конфликту. А мы воззовем к саммиту, к глобальному саммиту мира. Поэтому давайте сейчас, выучив ошибки, которые были в 2014 году, потому что если бы Запад себя повел приблизительно так, как сейчас ведет в отношении Израиля, понятно, там есть свои особенности, но не было бы ни войны сейчас в Украине глобальной, ни войны или начала войны на Ближнем Востоке очередной. Поэтому я считаю, что мы должны этот кейс из негатива, да, это очень страшно, что там произошло, использовать его для того, чтобы еще больше усилить тему справедливости и восстановления международного права и борьбы с терроризмом как таковым. Потому что Байден в своем обращении четко определил, что Хамас, что Россия – это два, одна организация, другая страна, которые становят угрозу демократическим странам, соседям, да. Поэтому вот надо как раз на это и давить. И поэтому я думаю, что этот негативный момент Украина сможет себе на пользу реализовать, и показать, что этот конфликт, конфликты сейчас не только в какой-то отдельной стране. Весь мир катится к более глобальной проблеме, мягко говоря, проблеме, да, а так к третьей мировой войне. Поэтому нужно сейчас консолидироваться и на тех столпах, которые строит Украина, решать вопросы сначала с Украиной, а может даже и параллельно. То есть здесь уже нету каких-то региональных моментов, есть уже общемировые. То есть нет сейчас такой войны, которая бы не касалась каждого. И вот это надо четко, и как по мне, донести к участникам этого саммита и даже дальше, и объяснять, что мы должны на глобальные проблемы отвечать всем вместе, а не ждать, пока где-то там война закончится, где-то начнется. Нет, это время прошло, сейчас или мы все вместе решаем глобальные угрозы, или глобальные угрозы решат нашу судьбу. Как вы считаете, в данном случае, учитывая то, что Российская Федерация на протяжении многих лет в теоретической, понятное дело, формулировке посадила на иглу зависимости Европейский Союз и многие страны, в том числе и глобального юга, как вы считаете, сможет ли в ближайшее время фактаж того, что творит Российская Федерация в Украине своей агрессивной политикой, и дипломатия, и формула мира в том числе, победить экономическое пристрастие и экономическую выгоду, которую имеют некоторые страны до сих пор? Это очень-очень сложный вопрос, и я думаю, что шаги по этому направлению будут. Но мы видим, даже такие глобальные страны, как Индия, да, они греют руки на этом конфликте, да, они продолжают покупать нефть у России, да, они там их по выгодной себе цене получают там определенный плюс на выходе, но они продолжают это делать. А страны глобального юга, они еще более зависят от таких моментов, и поэтому, ну, это было бы очень непросто. И главное, чтобы наша дипломатия очень четко по этому плану работала, да, чтобы мы объясняли, что Россия торгует кровью, это очень важно, а не только нефтью или какими-то ресурсами, что торговать с Россией, это поддерживать международный терроризм. Услышали вас. Спасибо большое, Олег, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Олег Лесный, вице-президент аналитического центра политика, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин